После предыдущего разбора Майка Борейка с его огромным количеством советов для эктоморфов, которые, по сути, может было свести всего паре-тройки пунктов, я думал, что мы с ним закончили. Но нет. Оказалось, что у Майка есть еще одно видео с советами для эктоморфов, которое прям так и называется. Как набрать массу эктоморфу? 28 советов. Еще 28 советов. А что стало с предыдущими? Они не работают? Что? Зачем? Зачем нужны еще советы? Казалось бы, есть всего пара пунктов, следуем и будешь получать результат. Но нет. Майк решает эксплуатировать эту тему по максимуму. Так же, как и тему того, что считает себя эктоморфом, что очень и очень смешно. Поэтому сегодня мы будем смотреть его ролик. Сразу скажу для тех, кто впервые на канале. Мы здесь разбираем видео фитнес-блогеров, фитнес-гуру с научной точки зрения, объясняем, что да как. И развенчиваем самые популярные мифы фитнес-индустрии. Например, такой, что эктоморфы существуют. В предыдущем разборе на Майка Барека я подробно объяснил, откуда взялся этот термин, кто его придумал, что в этот термин было заложено. И показал, что никаких эктоморфов на самом деле не существует. Зато существуют люди, которые не следят за своим режимом тренировок, не следят за своим режимом питания, не следят за своим режимом сна, но при этом хотят, чтобы у них были результаты. А когда эти результаты не приходят, хотя некоторые фитнес-блогеры обещают им накачаться за 5 минут в день, качая разные группы мышц, то они считают, что они просто эктоморфы. Они раздолбают. На самом деле они раздолбают. Так что не надо мне писать в комментариях, что люди все разные. Люди разные. Я с этим не спорю. Генетически люди разные. К эктоморфам этого не имеет отношения. Эктоморфы или худые люди, давайте называть вещи своими именами. После отмены крепостного права так нельзя говорить. Давайте называть людей своими именами. Они худые вследствие того, что они делают. Понятно? А не потому, что они просто худые. Нет никакого признака худобы. Если у вас нет каких-либо генетических заболеваний, вот как, например, у Андрея Кобелева, они есть. Они есть. Это не помешало ему набрать десяток-другой килограмм мышечной массы, когда он был на пике формы. Но ему это сделать было гораздо тяжелее, потому что у него есть генетические проблемы с ЖКТ, о которых он на своих стримах рассказывал. Но это не имеет никакого отношения к такому эктоморфизму. Потому что нигде в работах по эктоморфизму ничего не говорится о том, что эктоморфы — это люди с проблемами с ЖКТ. Понимаете? Вот нигде этого не говорится. И не найдете вы. Потому что эктоморфы везде... Все определение эктоморфа сводится к описанию их текущего внешнего вида. Разве что в оригинальных работах еще было Шелдом заявлено, что менять свою типологию, то есть становиться из эктоморфа вдруг мезоморфом, как у нас Майк Барейк сделал, невозможно. Эктоморф однажды, эктоморф навсегда. Можете купить себе такую футболочку, если вы вдруг тренируетесь уже несколько лет, результаты не получаете и думаете, что вы эктоморф. Ну а мы приступаем к просмотру видео. Что нам сегодня день готовит, даже не представляю. Будет интересно. Это точно. Доброе утро, спортсмены. Да, я знаю, многих, кто смотрит это видео, сейчас далеко не утро, но однако у меня утро. В принципе, это видно по моим прическе. Сейчас, секунду. Так лучше. У меня сейчас обед. Собственно, я в обед вышел и записываю. А у вас какое время дня? Пишите в комментариях. Уверен, что у вас сейчас вечер. Скорее всего, в районе 6-7 вечера. Если я угадал, напишите. Раз у меня сейчас утро, то это означает, что я вам покажу полностью весь свой день со своим режимом, со своим питанием, со своими тренировками. И в течение полностью всего дня я вам назову просто очень много ошибок, которые многие совершают, а именно эктоморфы. И из-за этих ошибок у многих не получается набрать массу. Да, я и сам эктоморф, я абсолютно не набираю жир, мне очень тяжело набирать вес. Однако, все-таки, за 7 лет тренировок мне удалось набрать с 59, ну, на данный момент до 88 килограмм, качественных мышц. Я вам расскажу все, абсолютно все ошибки. За 7 лет он набрал 30 килограмм, я круглую, качественных мышц. То есть, это примерно по 4 килограмма качественных мышц в год. И он считает, что он эктоморф. Как это вообще должно работать? Какие у него были ожидания, что 4 килограмма мышц в год, это у него эктоморфизм. Он ожидал, что он будет набирать 10 килограмм в год? И типа за 3 года наберет, как это, что, что вообще? К слову, я сейчас вешу 66 килограмм, да? Максим Трухановец, я знаю, я знаю, не надо, не надо, не надо писать. Максим Трухановец весит в районе 71-73. Евгений Лось весит тоже примерно 71-73. То есть, меня от них отделяет всего 2 года вот таких вот эктоморфичных тренировок. На самом деле, конечно, не 2 года и даже близко, и я никогда таким не стану, потому что не судьба мне так тренироваться и держать режим, вечно что-то происходит, поэтому будем реалистами. Ребята это уже несколько десятилетий тренируются, у них поэтому такая форма. Вот, кстати, форма Евгения 10 лет назад. Она практически такая же. 4 килограмма в год, и это эктоморф прям просто. Я не знаю, я не знаю, чего он ждал. Серьезно. Есть 4 килограмма в год, это эктоморф. 30 килограмм он набрал, 30. А сколько должны набирать не эктоморфы, по его мнению, тогда? Мезоморфы должны 50 набирать, то есть они весили 50, хобана, уже сотку весят. В натур... Ну, в натурашку, не в натурашку, вы посмотрите на его форму, на его прогресс. И я пытался найти у Александра Никулина видео с разбором натурал или не натурал. Наш Майк Борейко не нашел. Есть кто видел, скиньте, пожалуйста. Или, Саня, если ты смотришь этот ролик, может, сделаешь разборы, если ты еще их делаешь. Было бы интересно посмотреть экспертное мнение на тему натуральности формы. В общем, 30 килограмм, эктоморф. Все, все, все эктоморфы такие, да? Они 30 килограмм берут и набирают. Я, кстати, в комментариях тоже у него посмотрел. Там есть люди, которые восторженно пишут благодарности Майку, что начали следовать его советам и начали набирать. Вы не поверите. Эктоморфы, которые набирают по 10 килограмм, по 20, там даже парень написал 30 килограмм, набрал, когда начал тренироваться и питаться. Тренироваться и питаться, и все. И перестал быть эктоморфом. Раздолбаем перестал быть просто. Подошел системно к задаче и решил ее. В этом видео будет просто куча. Это, наверное, самое подробное видео, на ютубе для эктоморфов. В общем, как всегда будет очень интересно. А предыдущий ролик, по-моему, там он, кстати, тоже говорил, что это самый подробный ролик с ответами. Полезно? Давайте начинать. Наверное, чуть ли не каждый эктоморф слышал от здоровых, перекачанных, химозных качков о том, что раз ты худой, то тебе стоит питаться где-то по 7 раз в день. То есть, чем чаще, тем больше, тем лучше. Да, я тоже это слышал. И я раньше прямо так и питался. Каждые 2,5 часа прием пищи я давил с этой едой и нифига не набирал. Однако, я потом начал читать очень много исследований, много статей по поводу натурального бодибилдинга, по поводу того, как все-таки правильно набирать массу эктоморфу. И пришел к такому выводу, что кушать 4 раза в день большими перцами будет намного лучше. Так у нас меньше вырабатывается инсулина, который гасит гормон роста. То есть, у нас больше будет вырабатываться гормона роста. Поэтому, часто кушать не нужно. 4 раза вполне достаточно. Ну и понятное дело, что из-за того, что мы едим всего 4 раза, порции должны быть объемные. И поэтому, сейчас я приготовлю просто мощнейший калорийный углеводно-белковый панкейк. Вернее, панкейки. Ну, а рецепт такого панкейка я уже показывал в своем видео. Я правильно понимаю логику, что он давился, когда ел 7 раз в день небольшими порциями, стал есть 4 раза в день большими плотными порциями и перестал давиться. При том, что интенсивность еды увеличилась. Как это вообще должно работать? Если ты давился маленькими порциями 7 раз в день, 4 порциями в день, которые больше по объему, ты, по идее, должен давиться еще больше. Неважно, сколько раз в день вы едите. С точки зрения набора мышечной массы, важно не количество приемов пищи, а количество потребляемых калорий. Мне, кстати, интересно, что за исследования он там читал, после которых пришел к выводу, что надо есть 4 раза в день. Но, если вы едите 7 раз в день, как воробушек, а потом начали есть 4 раза в день с профицитом, то, естественно, вы начнете набирать на 4 приемах пищи. С другой стороны, если вы едите 7 раз в день с профицитом, вы считаете прям профицит калорий, вы его обеспечиваете, вы тоже будете набирать массу. 3 раза в день питаетесь с профицитом, будете набирать массу. 5 раз в день будете набирать массу. В любом случае, когда вы будете есть с профицитом калорий, вы будете набирать мышечную массу. Отдельно, конечно, про инсулин. У одних инсулино-резистентность, и они не едят, потому что это мешает им похудеть. Других инсулин, наоборот, мешает набрать мышечную массу. Сколько, сколько мракобесия касательно инсулина. И про инсулин, кстати, который растет при употреблении сладкого, вы еще не раз угарнете, когда барейка будет давать другие советы. Но в данном случае, что касается набора мышечной массы, профицит калорий будете набирать. Вот и все. Вот и все просто. Показывал рецепты топ-3 очень классных завтраков. Ссылка будет в описании под видео. Ну, а я пока пошел готовить. Ребята, жарю я обычно без масла. Для тех, кто мне в инстаграме пишет, что у тебя за сковорода. Ну, я не знаю, просто антипригарная. Ничего более я сказать про нее не могу. Да, получились не очень... Просто антипригарное покрытие на подобных сковородах может приводить к возникновению рака. С чем связан был огромный скандал у компании и Дюпонт в свое время. Но это тема для отдельного ролика. Красиво в моем предыдущем видео с рецептами было намного красивее, но просто я сейчас торопился. Далее. К этим панкейкам мы также добавляем арахис, так как нам нужны жиры. И можем их поесть там с молоком или с чаечком. Кому как нравится. Лично мне больше заходит с молоком. Я еще об этом скажу, но если ты эктоморф, понятное дело, ты не должен бояться сладкого. Странный совет считать жиры, как будто не нужно считать белки, углеводы в этом случае и общее количество калорий. Нет, это все важно. Общую калорийность рациона ты считаешь для того, чтобы набирать мышечную массу. Белки, жиры, углеводы, минералы ты считаешь для того, чтобы обеспечить свой организм всем тем набором необходимых ему питательных веществ, которые будут помогать ему оставаться здоровым. И жиры, естественно, там это и орехи, и какие-нибудь авокадо, и какой-нибудь рыбий жир. Это все очень важно. Очень важно. Потому что я уверен, что у тебя, как и у меня, просто-напросто вообще не набирается жир, и поэтому сладкое, ну, оно не отходит жира, просто добавляет достаточное количество калорий. Однако с самого утра, особенно если это перед тренировкой, сладкое, я не советую кушать, потому что выходит большой... Куда он делал совет номер 3? Что произошло с советом номер 3? Почему у него после 2 идет 4? Если он также считает калорийность своего рациона, я не удивлен, что раньше у него были проблемы с... набором мышечной массы или с тренировками, если у него после 2 идет 4. Ну, блин, что за дела? Заметили, да, про сладкое совет? В первом совете он говорит, что инсулин мешает выработке гормона роста. В третьем, в-четвертом совете будем придерживаться его нумерации. Он советует есть сладкое, потому что это калории, которые эктоморфу просто дадут энергию, просто дадут калории. При этом то, что сладкое напрямую повышает уровень глюкозы в крови и вызывает всплеск инсулина, его как-то уже не волнует. В-последовательность. Скачок, очень сильный скачок инсулина, который потом падает вниз. Из-за этого, после такого приема пищи сладким, у нас, скорее всего, не будет энергии. Поэтому с утра лучше задариваться именно в основном сложными углеводами, простых, добавлять, ну вот, совсем чуть-чуть. Возможно, они будут с фруктов. Но, опять же, как я уже сказал, немного. Также к завтраку я добавляю совсем немножко спортивного питания. Конкретно это омега-3, витамины, просто основы из основ. И то, что поможет эктоморфу набрать массу, особенно если он раньше этого не пробовал. Креатин. Если у тебя все в порядке с питанием, то вот этих вот трех позиций вполне достаточно спортивного питания. Всякие гейнеры, протеины не обязательно покупать. Итак, ребят, сейчас я вам расскажу основные принципы тренировок именно для эктоморфа. Сразу говорю, когда я начал тренироваться, я не использовал эти принципы и очень долгое время стоял на месте. Конечно же, ваше дело... Чем фундаментально принципы тренировок для эктоморфа могут отличаться от принципов тренировок для любого другого типа телосложения? Подсказка. Ничем. Ничем они не отличаются. Тренировочные принципы, принципы адаптации организма к нагрузке, они для всех абсолютно одинаковы. Тренировочные принципы могут отличаться в том случае, если у вас разные тренировочные цели. Бегун-марафонец будет тренироваться не так, как бегун-спринтер. Но бегун-спринтер, вне зависимости от своего телосложения, будет тренироваться по тем же самым принципам. Он может получить лучшие результаты, если он генетически более одарен к этому, или хуже результат. Но тренировочные принципы будут у них совершенно одинаковые, потому что принципы зависят не от телосложения, не от генетики, они зависят от целей, которые вы перед собой ставите. Верит мне или не верит, но однако именно те принципы, о которых я сейчас скажу, не помогли мне сдвинуться с места и набрать большое количество мышц после долгого застоя. Итак, давайте пройдемся по тем, что в принципе уже многие знают. Он набрал 30 килограмм за 7 лет. О каком долгом застое он говорит? Или там было так, что он несколько лет тренировался, ничего не набирал, а потом 30 килограмм за пару лет набрал? Для того, чтобы напомнить, так тренировка, во-первых, должна длиться, ну, 50-60 минут. То есть растягивайте тренировки на полтора на два часа. Ни в коем случае, если тектоморф, нельзя. Почему? Собственно говоря, почему? Вообще продолжительность тренировки – это следствие того, что вы на ней делаете. Вы ставите перед собой какую-то цель, вы намечаете план, по которому вы будете до этой цели идти, вы выбираете упражнения, которые вы будете делать, вы выбираете количество подходов, количество повторений, время отдыха. И сколько вот это вот в сумме у вас получится, столько вы и тренируетесь. Ограничение тренировки по времени – эта штука пришла и из фитнес-индустрии. Когда вот у вас есть персональный тренер, он тренирует в фитнес-клубе, в качалке, неважно. У него есть 8-часовой рабочий день, и вот за этот день он должен сделать как можно больше клиентов. Если он каждого клиента будет тренировать по полтора-два часа, он сделает меньше клиентов, чем если он будет тренировать каждого клиента по 45-60 минут. Понимаете? Или если вы очень занятой человек, у которого очень мало времени, и у вас главным ограничением выступает именно количество времени, которое вы можете потратить на тренировку. Вот у вас есть час, и тогда вы пытаетесь уместить в этот час все, что нужно сделать. Но если у вас нет каких-то конкретных временных ограничений, то продолжительность тренировки – это следствие, это не исходная переменная. И опять же, почему эктоморфы, эктоморфы не могут тренироваться дольше? Я не знаю, я не знаю. Придите в любую спортивную секцию, скажите спортивному, спортивному, не фитнес, спортивному тренеру, что тренироваться нужно не больше 45 минут, и посмотреть, как вас поставят наспех. Далее, ребята, знаете, какая у меня самая доминирующая мышечная группа? Это грудь. И знаете, сколько я жму на грудь? Самые тяжелые гантели по 50 кг. Это самые тяжелые гантели в зале. И такой вес я жму, ну, примерно на 6 повторений, там 5,5. Чувствуете связь? Да. То есть, если ты хочешь растить мышцы, ты обязательно, еще раз повторюсь, обязательно должен именно растить силовые в своих упражнениях. Это очень важно. Да, этот совет действительно работает. Площадь поперечного сечения мышцы, она напрямую связана с силой этой мышцы, поэтому невозможно быть большим и не сильным. Или очень сильным и не таким большим. Да. Поэтому увеличивайте, увеличивайте нагрузку, увеличивайте сложность упражнений, тяжесть упражнений, интенсивность тренировок. Будете расти, это одно из ключевых условий успеха, да, это способ дать организму запрос на построение новых мышц. Если вы будете давать ему нагрузку выше вашего текущего уровня подготовки, будете создавать ему стресс, он будет понимать, что текущих мышц не хватает, будет строить вам больше мышц. И это, кстати, совет работает абсолютно для любых атлетов, для спортсменов любого телосложения. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Выше сказанное, я тебе очень настоятельно советую использовать свой дневник тренировок. Когда я начал, ну вот, действительно, это очень грубая ошибка многих, я сам никогда не придавал этому значению, однако, когда я начал вести свой дневник тренировок, когда я начал записывать поднятый вес в каждом подходе, в каждом повторении, каждую тренировку, то тогда я реально начал каждую тренировку стараться хотя бы на самую маленькую толику повышать свои силовые. Ну да, совет правильный. Когда ты записываешь все, ты получаешь возможность контролировать то, что ты делаешь. Не так, что ты пришел на площадку, что-то поделал, там, здесь только повторений есть. В другом упражнении столько, ты на следующий день что-то еще пришел, поделал. Нет, у тебя есть четкий план, и ты его придерживаешься, да? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживаюсь. Ты смотришь, сколько ты делал в прошлый раз, ты видишь, сколько тебе нужно сделать сегодня, ты смотришь, если что-то пошло не так, ты можешь посмотреть, в чем может быть проблема, да? Ты можешь изменить какие-то упражнения, ты знаешь, что ты делал до этого. У тебя всегда есть четкий план. Когда у вас есть план, это уже половина составляющих успехов. Дальше его надо просто выполнить. Это вторая половина составляющих успехов. Вот, так что этот совет правильный, и он опять же работает для всех абсолютно. Не знаю, почему он сказал, что это только для эктоморфов, или... Не знаю. В сумме вот такими маленькими шажками мне и получилось достичь тех силовых, которые я имею сейчас. Да, этот совет тоже правильный, то есть нужно стараться от тренировки к тренировке увеличивать нагрузку, тогда вы будете создавать стресс организму. Потому что если он привыкает к одному уровню нагрузки, она не становится для него уже больше стрессом, и у него нет стимулов к дальнейшему росту. Давай представим, что, допустим, ты хорошо повышаешь силовые, ну, вот, допустим, на грудь ты делаешь жим гантелей на коне, и ты уже достиг такого веса, когда, ну, вот у тебя не получается часто прогрессировать, твой прогресс там растягивается на месяц там, то в таком случае ты просто-напросто должен повышать свои силовые уже, допустим, во втором упражнении, когда после жима гантелей ты делаешь брусья, или же в третьем, там, в том же кроссовере. То есть повышение силовых в любом из упражнений дает новый стресс для твоих мышц, ну, и, соответственно, организм отплатит ростом этих самых мышц. По-моему, смысл 10-го совета точно такой же, как у 9-го. То есть зачем их было разделять, непонятно, но да, если у тебя есть несколько упражнений, у тебя есть главные упражнения, есть дополнительные упражнения на мышечные группы, которые ты тренируешь, или, например, если твоя цель силовые, если твоя цель увеличения выносливости, если количество повторений, например, в подтягиваниях, у тебя есть подтягивания на турнике, где ты хочешь нарастить свой максимум, но если еще асситирующие упражнения, там, те же австралийские, или еще какие-нибудь упражнения, которые помогают тебе достичь твоей главной цели, то, естественно, нужно стремиться и в них тоже повышать нагрузку. Особенно, если ты уткнулся в потолок, в плата в своем основном упражнении. Да, силовые, это, конечно, хорошо, и ты на радостях можешь побежать в зал и делать какие-то разовые повторы, то есть делать становую на раз, пытаясь защищать очень большого веса в одноповторке, делать там присед, делать жим лежа, и это будет большой ошибкой, а конкретно я имею в виду одноразовое повторение. Все-таки, если ты хочешь нарастить именно мышцы, то должен работать в диапазоне повторений от 8 до 12. Именно такой диапазон повторений является оптимальным, еще раз повторюсь, оптимальным для многих, конечно же, каждый индивидуален, но все-таки это оптимальный объем повторений для гипертрофии мышц. Гипертрофия – это рост мышц. Если же ты будешь работать на одноповторку, то в таком случае ты просто-напросто будешь укреплять больше свои сухожилия, связки. Ну и опять же, работа в пауэрлифт, в эскан-стиле – это не бодибилдинг, то есть это не растит так сильно мышцы, как именно работа на гипертрофию. Поэтому забудь про одноповторный тренинг. Что за чушь он несет? Он вообще видел пауэрлифтеров вживую, стронгменов. Это огромные такие дядьки, у которых мышц просто выше крыши. У них при этом, конечно, и лишнего веса много, поэтому это не так видно. Но когда они сушатся, то сразу становится видно, насколько они огромные. Я, для примера, размещу вот здесь фотографию до какого-нибудь строкмена, пауэрлифтера, которого найду, и вот после, как он просушился. Чтобы вы наглядно увидели, что это просто мышечные махины. Потому что ты не можешь тягать огромные веса и выполнять все эти невероятные упражнения, которые они делают, не имея мышц. Вот эта вся байда про укрепление связок и сухожилий, вы должны понимать, что... Кстати, если не смотрели мой ролик «Почему нельзя убить суставы?», обязательно посмотрите. Связки в данном случае вообще не имеют никакого отношения к вопросу. Сухожилия отвечает только за передачу усилия. Как бы вам это объяснить? Представьте, что у вас есть подъемный кран. Такие, знаете, буквы Г, которые популярны. Краны такие еще. У крана есть двигатель, который обеспечивает вращение лебедки, да? Двигатель – это ваши мышцы. Лебедка, трос, да, который крепится к грузу и который поднимает груз – это сухожилие. Само по себе сухожилие ничего не генерирует. Какое бы крепкое у вас не было сухожилие, если ваш двигатель недостаточно силен, вы груз от земли не оторвете. Вы его можете оторвать только если двигатель достаточно сильный, если у вас достаточно мощные мышцы. При этом, если у вас слабый трос, если у вас слабое сухожилие, оно может лопнуть. Естественно, если будет очень большая нагрузка, мышц будет хватать, сухожилие слабое, оно может лопнуть, оно может порваться. Да. Но с точки зрения того, что одноповторные максимумы не растят мышцы, это полнейшая чушь. Полнейшая чушь. Почему новичкам не стоит лезть в одноповторные максимумы? Потому что очень большая нагрузка. Чем больше нагрузка, чем ближе вы к пределу своих возможностей, тем больше вероятность получения травмы. В этом плане заданное количество, там, 8-12 повторений, это достаточно далеко от ваших максимальных пределов для того, чтобы вы не травмировались, не порвались и могли делать упражнения достаточно безопасно. С другой стороны, это не такое большое количество, как 20-30-40 повторений для того, чтобы вы ушли, ну, совсем в выносливость. При этом вы также набираете хороший тренировочный объем, то есть вы можете либо сделать один подход на одно повторение, там, 100 килограмм пожать, и вы можете сделать в подходе 50 килограмм и пожать 5 раз, и вот общий тоннаж у вас будет уже 250 килограмм. Хотя, конечно, интенсивность будет гораздо меньше, и это тема для отдельного ролика, в котором я буду рассказывать о взаимосвязи, интенсивности и объеме, почему одно без другого не имеет смысла, как-нибудь мне напомните обязательно, и я расскажу. Но сейчас я хочу главное, на что обратить ваше внимание, на то, что вот чушь он несет, чем больше ваша нагрузка, неважно, на одно повторение, на два, на пять, чем больше она ваша нагрузка, чем она выше того уровня, к которому организм привык, тем больше ему стимул в определенных, естественно, пределах для того, чтобы растить мышцы. Вот это все эти слова про гипертрофию, шми гипертрофию. Гипертрофию. Итак, не отходя далеко от одноповторного тренинга, также хочется дать совет. Не нужно бросаться из стороны в сторону. Что я имею в виду? Что если ты решил набирать массу, наращивать свои мышцы, то ты не должен, допустим, один месяц ты тренируешься в тренажерном зале на гипертрофию с повышением силовых, потом ты начал работать как пауэрлифтер в одноповторке, потом ты вдруг начал работать как турникмен, то есть в многоповторке, там больше калистеника и так далее. Это вот такие вот бросания из стороны в сторону, они не дают постоянства, они не дают постоянного линейного прогресса, что, в свою очередь, не дает роста мышц. Да, да, и, собственно говоря, на примере Игоря Войтенко, которого постоянно бросал из стороны в сторону, мы все это отлично видели. В итоге, по-моему, никаких целей полностью он, кроме немножечко на турниках, не достиг. Потому что нужно постоянство. Не нужно ждать, что ты накачаешь за пять минут или за месяц, или даже за год достигнешь каких-то значительных результатов. Предстоит долгая, упорная, скучная, регулярная работа. Причем не только на площадке или в фитнес-клубе, но также и на кухне, и в плане организации своего дня. Не так, чтобы ты засиживался до трех-четырех утра за компом и ожидал, что ты все равно будешь отлично расти. Такого не будет. Придется определяться со своими приоритетами, выбирать, что для тебя важнее на данный момент в твоей жизни и идти навстречу к этой цели. Идти навстречу к своей мечте. Дорога к мечте. Очень спорная для многих ошибка, за которую меня часто, очень часто хейтят. Но, однако, ну, блин, ну, ребята, ну это правда. Жим лежа – не лучшее упражнение для груди. Становое – вообще не лучшее упражнение для спины. Во-первых, есть очень много исследований, которые это подтверждают. Далее, подумайте сами. Допустим, ты жмешь от груди обычную штангу в горизонтальном положении. Но если ты будешь жать гантели в наклоне, то, во-первых, ты смещаешь нагрузку наверх груди. Раз. Ты скажешь, я могу делать жим штанги в наклоне. Да. Но с гантелями, во-первых, ты можешь больше растянуть мышцы. Ты можешь больше их сжать, потому что ты приводишь руки к середине, а за это также отвечают грудные мышцы. Далее, там у тебя работают мышцы-стабилизаторы больше. Очень много плюсов именно в жиме гантелей. Именно поэтому я жим штанги не делаю практически никогда. Я всегда делаю жим гантелей в наклоне. Даже горизонтально тот жим гантелей намного будет лучше, чем обычный жим штанги. Также становая тяга нагружается поясница, бицепс бедра, ноги. Но именно спина, как я уже много раз говорил, не растягивается, не сокращается, как это будет, допустим, при тяге и штанге в наклоне. Поэтому очень большая ошибка. Это следование очень старым стереотипам. Это пытаться сделать те упражнения, которые, в принципе, относятся больше к поверлифтингу. Поэтому, ребята, такой вам совет. Еще один подбирайте. Идеальное для себя упражнение. Идеальное для того, чтобы именно нацеленно, целенаправленно бить на гипертрофию мышцы. Совет о том, что подбирать нужное упражнение под себя, естественно, правильный. Но вот подводка к нему, она, опять, она ужасна и отвратительна. Начнем с того, что говорить, что жим лежа – это плохое упражнение, потому что гантели вы можете жать под наклоном. В чем логика? В чем логика? Дальше он говорит, что и штангу можно жать под наклоном, но зато гантели-то вы можете сильнее растягивать. Но это разные параметры. Давай так. Если ты жмешь на прямой скамье, ты можешь сжать гантели, можешь сжать штангу. При этом, естественно, с гантели жать тяжелее, потому что у тебя будут включаться мышцы стабилизатора. Но если у тебя включаются мышцы стабилизатора, значит, ты не сможешь дать такую большую нагрузку на твои основные мышцы, потому что ты будешь ограничен тем, насколько у тебя хорошо развиты мышцы стабилизатора. Когда у тебя штанга фиксирована, ты можешь именно делать движения за счет сокращения своих грудных мышц. Конечно, да, то, что Борейка говорит про большую амплитуду с гантелями в верхней точке, когда вы можете прожать мышцу сильнее, это все правда. Но посмотрим ролик про кривую напряжение длина мышцы и увидим, что там тоже не все так однозначно. Поэтому говорить сразу, что штанга это плохо, гантели это здорово, нельзя. Тем более гантели более травмоопасны для плечевых суставов. Вы увидели в начале ролика, как он сам жмет огромный вес. Если что-то пойдет не так, да, штангу-то вы можете делать, например, в тренажере Смит или еще в каких-нибудь тренажерах, где у вас будет страховка на случай непредвиденных обстоятельств. Плюс у вас всегда вторая рука будет страховать, у вас нет разделения между рук, и это тоже дополнительный такой пунктик безопасности вам создает. Поэтому в этом плане нет. Нет, конечно. Что касается становой, то я не знаю, поясница вообще это тоже спина, и она тоже там нехило работает. Если речь идет про трапециевидные мышцы, про верх спины, то, естественно, становая она не для этого сделана упражнение. Это по биомеханике упражнение видно. Я не знаю никого, кто рекомендовал бы делать становую наверх спины. Подтягивания, да, тяга, блока, вертикальная, горизонтальная тяга. Да, это все на эти мышцы. Становая она для другого нужна. Говорить о том, что становая это плохое упражнение... Если не гнаться за слишком большими весами в нем, то становая это прекрасное упражнение, которое в реальной жизни вам очень сильно поможет. Если вас попросят помочь перетащить диван, поднять холодильник, еще какую-нибудь ерунду, тяжелую передвинуть, и при этом вы регулярно делали становую, ваш позвоночник будет под надежной защитой. Потому что вы, во-первых, знаете, как нужно делать движение правильно для того, чтобы не травмировать. Во-вторых, вы обладаете значительно мышечным каркасом для того, чтобы работать с тем весом. Вряд ли будет диван такого же веса, как та штанга, которую вы тягали в зале. И в этом плане это отличное упражнение. Просто не нужно гнаться за слишком большими весами, там, да, строить рекорды, потому что оно может быть дальше травмоопасно. Но любой здоровый человек, любой здоровый человек должен делать становую тягу. Если хочет оставаться, быть здоровым. Вот как бы так. То же самое с приседанием. Приседанием. Большие веса, не знаю, а вот девушку вы хотите посадить себе на плечи, да? Или ладно, если вы пока начинаете тренировки, ребенка хотите, среднего, своего, не совсем малыша, да? Вот. Это же тоже все требует сил. Это прямая нагрузка такая же, как и при приседаниях. А если вы ведете сидящий образ жизни, за компьютером, там целыми днями работаете. Откуда силы возьмутся? Так что... Но в целом, да, выбирайте упражнения, которые соответствуют вашим целям, подходят непосредственно вам и дают вам результат. Сколько нужно отдыхать между подходами? Ну, на большую мышечную группу где-то от двух с половиной до трех минут. В зависимости от того, что вы качаете, насколько сильно вы это качаете. То есть, допустим, на ногах можно отдыхать и по три минуты. На спину, ну, там уже смотря по своему состоянию, на грудь, допустим, две с половиной минуты. Почему ни минуты, ни полторы? Потому что за две с половиной минуты ваша ЦНС, ну, как бы не полностью, понятное дело, но все-таки немного успокаивается. Ваши силы восстанавливаются. И так вы можете в каждом подходе добиваться более высоких силовых. Ну, и, понятное дело, это лучше будет на росте мышц. Если же вы будете отдыхать всего лишь минуту, то ваш каждый подход будет намного менее эффективен. Ну, и, понятное дело, это не будет давать хорошего стресса для организма. На маленькие мышечные группы же можно отдыхать где-то по полторы минуты. То есть, плечи, бицепс, трицепс полторы минуты на икры секунд 10-15. Очень странная по многим сразу параметрам рекомендация. Вернемся к его совету, что тренировка должна длиться не более 45 минут. Из них мы возьмем 10-15 минут на разминку, потому что перед тренировкой силовой всегда надо разминаться. Остается у нас полчаса времени. Если у нас 3 минуты отдыха между подходом, и если при этом подход ничего не занимает по времени, это всего дает 10 подходов. 10 нам подходов, да? Но на самом деле подход занимает время. И, естественно, давайте заложим еще минутку заложим на каждый подход. Получается 6-7 подходов за тренировку. Это, допустим, 2 упражнения по 3 подхода. Или одно на 6 подходов. И только мне кажется, что это невероятно мало, да? Вот у меня есть ощущение, что это очень маленький тренировочный объем, если отдыхать так много, и если продолжить тренировки такая небольшая. В том плане, что чем интенсивнее у вас подход, тем больше вам после него нужно восстанавливаться. Это абсолютно верно, да. После более легких подходов восстанавливаться можно меньше времени. Очень многие уличные атлеты, уличные спортсмены строят свою тренировку немножко по-другому. Они исходят из времени отдыха. То есть у них есть фиксированное время отдыха между подходами, например, минута-полторы времени. И они делают в подходе столько, сколько они могут сделать, чтобы успеть восстановиться к следующему подходу. То есть, допустим, вы делаете 10 подтягиваний, отдыхаете минуту, и можете сделать еще раз 10 подтягиваний, и это будет вам там тяжело, у вас будет максимум, либо почти максимум, хотя вряд ли с таким маленьким отдыхом. Это будет вам тяжело, давайте. Даже если первый подход вам не тяжело, но вот второй, там, третий, все последующие подходы вам становятся тяжело, но вы их вытаскиваете, да. Или у вас остается там один, или уже технический отказ наступает, или одно-два повторения остаются, да. Но минут отдыха вы... Если вы начинаете делать по 12, то за минуту вы не успеваете восстановиться, да. Вам нужно восстанавливаться больше, и в этом случае тогда люди не увеличивают до тех пор, пока они не смогут вот... Они могут в первом подходе сделать 12, но потом делать по 10, да. И, в общем, что я хочу сказать. Лимитирующим фактором для них в данном случае является время отдыха. Не количество выполненных повторений, а время отдыха для того, чтобы держать единый темп на всей тренировке. Если вы посмотрите на программу тренировки ног Евгения Лося, у него там между всеми упражнениями, между каждым подходом две минуты отдыха. И, соответственно, повторение в подходе ты делаешь только, чтобы за две минуты восстанавливаться. И по мере того, как у тебя будут увеличиваться силы, расти выносливость, ты сможешь делать в каждом подходе больше повторений. Но лимитирующим фактором для тебя является время отдыха. Вот так. Каждый подход делать отказным ни в коем случае нельзя. Если ты эктоморф, то на крупную мышечную группу за одну тренировку делай около двух отказных подходов. То есть даже если у тебя там три упражнения на грудь, то сделай отказ первых двух, последним просто поработай на силу, то есть в силовом режиме, но делай так, чтобы тебе оставалось где-то еще запас, где-то на два повторения, то есть чтобы это не было отказным подходом. И на мелкую мышечную группу можно делать всего лишь один отказ. Откуда берется эта рекомендация? Что за ней стоит? Почему нельзя делать отказные подходы во всех упражнениях? Тем более, что большинство людей делают не отказные подходы. Они просто доходят до своего технического максимума и дальше задаются. То есть это не так, что они выжимают из себя действительно все. Но я не понимаю. Я, честно говоря, не понимаю, что за этим стоит. Почему нельзя на мелкую мышечную группу, допустим, на руки? Вот у тебя есть пять подходов, подъемов на бицепс, почему ты не можешь сделать пять подходов на максимум. При том, что у тебя, допустим, будет максимум 8-10 повторений. Вот ты подобрал таким образом вес, что 8-10 у тебя в отказ. И больше ты не можешь поднимать. Почему ты не можешь этого сделать? Не знаю. И поскольку мы дошли до середины ролика, то самое время поблагодарить спонсоров нашего канала на сайте Бусти. У нас уже 30 спонсоров, благодаря которым мы собираем почти 10 тысяч рублей каждый месяц. И таким образом у меня появляется все больше и больше возможностей отдавать все больше и больше количество роликов на монтаж на сторону. Я напоминаю, что когда я соберу 40 тысяч рублей, буду ежемесячно собирать по 40 тысяч, я весь монтаж смогу отдать на сторону и сфокусироваться непосредственно на разборах, на поиске информации, на изучении исследований и другой полезной деятельности. Огромное вам всем спасибо. Отдельное спасибо тем, кто скидывался на определенную цель. Как вы видите, у меня новая петличка. Отдельное спасибо Владиславу Лисицкому, благодаря которому у нас появился вот этот вот петличный микрофон от фирмы Роды. Я вообще не в восторге от того, что у меня что-то пушистое в рот лезет, но зато у нас нет никаких помех от ветра. Так что я надеюсь, вы оценили тоже улучшенное качество звука. Теперь мы будем все время писать именно на нее, ну практически все время, и радовать вас качественным и приятным звучанием. Если вы хотите поддержать наш проект, если вы хотите, чтобы больше выходило подобных разборов, чтобы свет знания и научный подход лился в массу людей, то присоединяясь к команде спонсоров, можно всего от 100 рублей в месяц подключиться. Это очень небольшая сумма, но каждый такой небольшой вклад приближает нас к нашей заветной цели. А заветная цель, я напомню, это создание собственного независимого научно-исследовательского института, в котором мы будем заниматься изучением вопросов физической активности и здорового образа жизни в глобальном масштабе, не ограничиваясь только непосредственно тренировочной составляющей. Ну это у нас все впереди, предстоит большой путь, и спасибо всем, кто поддерживает нас на этом пути. А мы продолжаем дальше смотреть ролик Майка Барейка. Итак, ребята, сразу скажу, что еще одной ошибкой является то, что если ты сразу же, прям сразу после тренировки, бежишь и начинаешь впихивать в себя еду, боясь о том, что у тебя закроется углеводно-белковое окно. Во-первых, такое окно длится где-то 48, ну 24-48 часов после тренировки, то есть, в принципе, если ты примешь свой прием пищи через 40 минут тренировки, это будет нормально. И далее, есть даже в этом плюс, то, что ты покушаешь не сразу, где-то через 30-40 минут, все потому, что после тренировки еще какое-то время у нас вырабатывается гормон роста. А если мы сразу же что-то съедим, то у нас будет всплеск инсулина, и тогда гормон роста погасится. Поэтому, ребята, прям сразу же бросаться кушать не нужно. Вон с вами в репертуаре. Да, да, я еще помню те славные времена, когда все переживали, если не смогут поесть сразу после тренировки, потому что верили в существование мифического белково-углеводного окна, которое закрывается буквально спустя час или два после тренировки. Хотя на самом деле все совсем не так. А мышцы вообще строятся в течение 15 дней последующих. Плюс-минус, да, миофибрилы. Они строятся в течение нескольких недель после того, как вы дали запрос организму на их строительство. Поэтому нет, конечно, не нужно бежать прям после тренировки. Ничего страшного, если вы поедите, потом не случится. Главное, чтобы у вас был профицит в течение дня, чтобы организм был в целом обеспечен всем необходимым количеством своих питательных веществ, белков, жиров, углеводов, минералов. И тогда все будет в порядке. Даже если вдруг вы один разочек пропустите полностью прием пищи, да, ну, поедите там через 5 часов. Ничего страшного в долгосрочной перспективе не произойдет. В плане того, что вы погасите сразу выброс гормона роста, я, честно, я не посмотрел, я не ожидал подобных заявлений, поэтому я не посмотрел, будет ли это являться правдой. Но у меня есть очень большие сомнения, что выброс инсулина вам сразу погасит. Вот если вы потренировались, потом поели, и больше у вас нет гормона роста. По-моему, это работает не совсем так. Также хочу дать такой совет, что тебе не нужно заморачиваться по поводу белков. То есть, то, что там нужно 2-2,5 грамма белка. Поверьте мне, вот просто поверьте, полтора грамма белка на килограмм веса тела вполне достаточно для того, чтобы качественно набирать мышечную массу. Также, если ты эктоморфа, это видео для эктоморфа. Люблю этих фитнес-гуру, которые говорят, поверьте, просто поверьте мне. Насчет заморачиваться про количество белка. Количество белка, также количество углеводов и количество жиров считать нужно, если ты хочешь набрать массу. Если ты не хочешь просто делать какие-то действия, ожидать какие-то результаты, а если ты хочешь вот делать целенаправленные действия и действительно получать результаты, действительно набирать массу, тогда тебе надо будет это все считать. В плане 2-2,5 граммов белков на килограмм веса тела это, естественно, ерунда. На канале есть ролик, в котором мы не просим нам верить. Мы прям считаем в точности, Сколько граммов белка нужно человеку и нужно человеческим мышцам Там все научно обосновано, исходя из биохимии организма Смотрите, считайте для себя и следуйте Естественно, там, конечно, не 2, не 2,5 грамма нужно Еще раз повторюсь, то скорее всего, даже не скорее всего, а по-любому у тебя очень быстрый обмен веществ И что бы ты ни ел, у тебя не откладывается жир Во-первых, я до сих пор не увидел ничего в этом ролике, что было бы полезно только эктоморфам Знаете почему? Потому что эктоморфов не существует Вся та информация, которую он дает, как по питанию, так и по тренировкам, она будет работать абсолютно для любого человека Что касается быстрого метаболизма, вы знаете мою любимейшую картиночку Майк Борейко, открытый вызов к тебе Вот так выглядит метаболизм человека Расскажи, пожалуйста, что здесь у людей быстрое, у которых быстрый метаболизм А у обычных людей не такое быстрое Пожалуйста, поясни нам Потому что фраза-то красивая, если у вас быстрый метаболизм и все горит Но что в действительности за ней стоит? Сам ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Слова, которые ты говоришь, какая в них суть? Что ты пытаешься донести? Картинка есть? Мы ждем Поэтому после тренировки я без проблем добавляю Что-то сладкое Это нам дополнительные калории, причем достаточно много дополнительных калорий У эктоморфа от этого не будет набираться жир Потому что у меня вообще жир не набирается Могу по два раза в день кушать сладкое Даже на ночь съесть сладкое Жир не набирается вообще Подожди, 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 подожди А как же инсулин? Как же инсулин, который мешает гормон роста? Мешает расти? Сладкое это ж прямой выброс инсулина П Последовательность Когда заканчивается тренировка, начинается самая важная часть роста мышц Это у нас восстановление Да, мышцы растут не когда мы тренируемся, а когда мы восстанавливаемся Поэтому на самом деле отдыхать очень важно Именно поэтому я советую тренироваться всего три раза в неделю И делать три тяжелые недели и одну легкую неделю Это и есть периодизация То есть на легкой неделе мы выполняем намного меньше объем Не работаем в отказ вообще Берем меньше веса И можем поработать на многоповторку Для того, чтобы задействовать медленные мышечные волокна Поэтому, если ты эктоморф, не забывай про периодизацию Потому что тренируясь очень тяжело три недели В эту самую, потом в одну легкую неделю Ты настолько восстановишься и настолько резко наберешь вес Когда ты будешь очень легко восстанавливаться Но при этом правильно питаться Поверь мне, твоя масса просто взорвется за одну неделю И ты начнешь тяжелую неделю снова с новыми силами И с новыми силовыми Масса взорвется Масса взорвется Потому что, видимо Какая чушь Просто какая чушь Он набирал в среднем 4 килограмма за год 4 килограмма за год В году 52 недели Если мы 52 Ох, мы должны даже 4 разделить на 52, да? 200 грамм получается Если я не ошибся Примерно 200 грамм в неделю он набирал, да? Это взрыв Это просто вот водородная бомба, да? Я не знаю Мне кажется, еще он очень сильно упростил вообще весь смысл периодизации И если вы хотите узнать о периодизации, о том, как ее правильно делать То лучше обращаться к профильным специалистам Хотя бы к тому же Дмитрию Головинскому На его канале Вот это человек, который знает, что такое периодизация И как она должна проводиться Чтобы давать результаты И он не будет вам говорить такую чушь Что у вас от одной недели легкой нагрузки масса просто взорвется Просто Чем меня каждый раз веселят эти фитнес-гуру Это вот своими формулировками Знаете, ребята, некоторые считают меня химиком Однако далеко не все отдают отчет в том, что я тренируюсь уже 7 лет Знаете, что на протяжении 7 лет Ни разу не пропустив ни одного приема пищи Никогда не нарушив режим сна Без алкоголя абсолютно Без всяких сигарет В общем-то дисциплина На протяжении 7 лет 7 лет Нет Я готов биться об заклад Что на протяжении 7 лет Ты пропускал приемы пищи И не всегда соблюдал режим сна Потому что 7 лет Это очень-очень большой промежуток времени Для того, чтобы давать вот такие вот опрометчивые заявления Я знаю, что они круто звучат Я знаю, я знаю Все мы хотим казаться героями Это правда Но говорить о том, что 7 лет За 7 лет я ни разу не пропускал приемы пищи Ни разу не засиживался до познания Нарушал режим Серьезно Вот про то, что ты там не употребил алкоголь 7 лет Я готов поверить Готов поверить Потому что Алкоголь это не то, что тебе нужно делать каждый день Если там приемы пищи у тебя каждый день И их несколько раз в день И за 7 лет у тебя набирается огромная цифра То же самое с количеством сна Да, 7 умножить на 365 дней Огромная цифра Получается Да? То алкоголь ты не принимал по нескольку раз здесь Соответственно Количество случаев В которых тебе нужно было бы избежать Их значительно меньше Избежать за 7 лет Там, я не знаю 10, 20, 30, 50 случаев Когда можно было бы употребить алкоголь А ты его не употребил Это не так сложно Как не пропустить Ни одного режима Из двух с лишним тысяч Раз, когда тебе нужно ложиться вовремя Чтоб ты ни разу не пропустил Ну зачем? Зачем обманывать своих подписчиков? Любой, кто более-менее дружит с Матим... А, я понял Я еще раз повторюсь Я ни разу не нарушал дисциплины Это на самом деле очень важно А многие там потренировавшись год или два Причем, знаете, как многие Типа, я там 3 месяца потренировался А потом мне стало плохо Я там поболел Мне стало лень И все И у них теряется весь результат Я же на протяжении 7 лет Постоянно Регулярно ходил в зал Я придерживался приемов пищи Знаете, недавно мне в ютубе Один чувак написал комментарий Если я его найду То я где-то здесь его сейчас приложу Про то, что вот Ты не работаешь А говоришь о том, что Даже на работе надо постоянно Хорошо питаться Сам подумай Как это носить с собой контейнеры Сидой на работу Что о тебе подумают люди Чувак, я не работаю Только последние 5 месяцев До этого 6,5 лет Когда я работал Каждый гребаный день Я ходил на работу С кучей судочков Каждый гребаный день Я носил даже на отдых С собой судочки С гречкой С курицей Для того, чтобы не пропускать Приемы пищи Для того, чтобы добирать Полностью все калории Все углеводы На протяжении 6,5 лет Мне нахер На то, кто про меня Что подумает Это полный бред Реально Такие отговорки Это высший уровень Ораторского искусства Я думаю, что Как бы я ни старался Такую экспрессию Словами мне не передать Сразу скажу, что Нет необходимости В такой жесткой В таком жестком подходе К соблюдению диеты и тренировок Есть такой экономический принцип Принцип убывающей предельной полезности Который гласит, что Каждая дополнительная единица Чего-то отдает вам Наименьшую пользу Например Если вы находитесь в пустыне Вас мучает жажда То, уже давно То стакан Вот первый вам дает Стакан воды Он для вас будет Невероятно ценен Потому что он отдалит Вашу жажду Приведет вас к чувству И так далее Но каждый следующий стакан Который он будет давать Он вас будет, конечно, насыщать Но толку От него для вас Будет все меньше и меньше И потом в какой-то момент Вы откажетесь Не нужен вам этот стакан воды Хотя в самом начале Еще несколько стаканов назад Вы готовы там были На все что угодно Лишь бы вам дали Попить воды Потому что вы уже просто Помирали от жажды Понимаете? То же самое и с тренировками И с питанием 80% Если вы будете просто 80% времени Соблюдать все это Регулярно ходить Тренироваться Да, там Три раза в неделю За месяц это получается 12 раз Даже если вы сходите 11 раз Неважно Если вы будете Плюс-минус 80% времени Следить за своим питанием За тем, что вы По калорийности Получаете профицит Вы будете получать результат Естественно, вы в итоге Не станете топовым атлетом С топовой формой И не будете похожи на тех Кто занимается этим Десятки лет И занимается этим Очень скрупулезно Например, как вот Этот парень по имени Игорь Вот он реально Заморачивается над всем этим делом Над тренировками Над питанием У него все четко Вот Но он получает результат соответствующий Да, естественно Если вы не будете Так же педантичны Ко всем этим вопросам Вы не получите Такий результат Но в плане того Что вы наберете мышечную массу Приведете себя в формулу Станете лучше выглядеть Станете более уверенным в себе И это вы все получите То есть Объем работ Который вам необходимо Будет добавить Для того, чтобы вывести себя На пиковую форму Он огромен А разница в форме Она не так велика И дальше уже каждый будет Сам решать для себя Стоит оно того Или лучше Хочется больше Получать удовольствие от жизни И не так сильно заморачиваться И его устраивает Результат выше среднего Вот и все Полнейший бред Кто-то ходит с сигаретой По улице Подходит к незнакомым людям И просит у вас нету ли закурить То есть это у нас не стыдно А ходить с контейнером Для того, чтобы держать Хорошую форму То это уже стыдно Это напряжно Это неудобно Поэтому Особенность Эктоморф В предыдущем ролике Майк Борейко Предоставлял тот же самый Я просто немножко замерзаю Поэтому надо двигаться Тот же самый аргумент Я с ним абсолютно согласен Состояние текущее общество В котором нормальным считается Пить, курить на лавках А странным считается Употребление еды из контейнеров Для того, чтобы Придерживать своего рациона питания Да, и баланс калорий Своего необходимого Это очень плохо И то, что на уровне государства Это все поддерживается Потому что для них это налоги Для них это аксцизы Им выгодно, чтобы люди Больше потребляли алкоголя Чтобы они меньше думали головой Это очень плохо Это очень плохо Всегда и везде И с этим надо что-то делать С этим будем тоже Будем С этим что-то делать Будем вводить Контейнеры в моду Чтобы ходить со своим контейнером Было клево Чтобы были клевые контейнеры Чтобы молодежь Стреляла друг у друга Контейнеры С едой В общем Подавать пример будем И менять это все дело То, что То, как сейчас Это плохо Мне не нравится Если вам тоже не нравится Пишите в комментариях Если вы хотите, чтобы Приблизить момент изменения Поддерживайте нас на бусте Ни в коем случае Не пропускай приемы пищи Ни в коем случае Не нарушай свой режим Потому что Это очень важно Если ты не поел Все Ты сделал два шага назад И ты в плато Ты пошел гулять Подумал Ладно, сегодня я не поем Но ты восстанавливаешься Твои мышцы растут А ты пропустил прием пищи А потом ты удивляешься Почему я не могу набрать маску Вот такие вот дела, ребята Поэтому даже сейчас Когда я гуляю Когда я на отдыхе Прямо сейчас У меня есть возможность Не носить с собой судочки А есть возможность Зайти куда-то покушать Но покушать правильно Поэтому прямо сейчас Я иду принимать Четвертый прием пищи Математика Нет, нет Ну не все так страшно И ужасно Как он пытается нарисовать Если вы один прием пищи пропустили Ничего страшного Если один раз решили пойти Вместо тренировки погулять Ничего страшного Главное, чтобы вот 80% времени Вы придерживались поставленного плана И вы будете получать результат Вы же не на Олимпию готовитесь Вы не на Олимпийские игры готовитесь Вы занимаетесь для себя Для своего здоровья Для того, чтобы качество Вашей жизни стало лучше Чтобы вы получали от него Больше удовольствия Превращаться в то Что в англоязычной среде Называется Dream Rat Это человек, который Все время проводят в зале И постоянно думает Только о тренировках Питании и так далее Какой в этом толк? Серьезно? Так, ребята Вот у меня третий прием пищи И знаете, в чем прикол? Очень многие почему-то думают Что когда ты тренируешься В тот день То нужно кушать много Вот когда ты отдыхаешь То можно кушать меньше Это еще одна Очень серьезная ошибка А все потому Что ты растешь Опять же, когда восстанавливаешься Как я уже говорил Белково-углеводное окно Длится от 24 до 48 часов Поэтому хорошо кушать Плотно кушать С хорошей калорийностью Нужно каждый день Особенно если это эктоморф Блин, да если это эктоморф Ты не поел Не набрал Не доспал Не набрал Побегал Не набрал Ну это жутко, конечно По поводу побегал Но в общем Да, нужно постоянно Очень хорошо держать Режим питания и сна Ежедневно Кто-то еще действительно верит В то, что нужно есть Только когда тренируешься Странные люди Оооо Солнышко вышло Сейчас меня пригревать будет Спинку И прям станет приятно И заодно сейчас тренить буду Сейчас доснимаю это видео Наконец Оно очень долго У него все видосы Вот с огромным количеством Сетом Они такие долгие Такие скучные Здорово, спортсмены Знаете, ребята Сейчас будет больше не совет Эктоморфам Ну это как бы Больше совет всем По поводу алкоголя Я в принципе Думаю Не думаю А понятное дело Все знают Про то, что алкоголь Это вредно И так далее Но все-таки Хотелось бы сказать По поводу того Что лично я В своей жизни Вообще не пил алкоголь То есть Я с самого детства Подружился с правильной компанией Начал с самого детства Заниматься спортом То есть Я сначала 5 лет Занимался паркуром Причем так серьезно И очень плотно Далее полтора года На турниках и на брусьях И теперь уже 7 лет В тренажерном зале То есть Всю свою сознательную жизнь Я тренируюсь Я в спорте И за все это время Я не выпил Ни капли алкоголя И я считаю это круто И в принципе Особенно если Я тоже согласен всем Что это круто Молодец Уважение Пишите в комментариях Если вы тоже считаете Что это круто И что он молодец А ты еще и там На каких-то праздниках На выходных Там немножко Там подвыпил Там подпухнул Но это очень хреново Потому что тебя Отталкивает сразу Там не знаю На 20 шагов назад Потому что Мало того Что алкоголь Плохо влияет Там на те же клетки мозга На нервные клетки Ну и кроме этого Из-за алкоголя Там особенно Из-за пивоса Выделяются Женские гормоны Эстрогены Которые Ну просто способствуют Набору жира Но никак не набору массы Поэтому я все-таки Советую всем Там да Типа ЗОЖ Это раньше было очень модно Но все-таки Алкоголь Это не есть круто И если там Не знаю Тебе хочется просто Расслабиться То есть Просто куча Других там Абсолютно здоровых способов Не обязательно Просто набухаться И все Я еще помню Да те времена Когда ЗОЖ Из каждого утюга Кричали И куда-то это все прошло Прошла мода На здоровый образ жизни Это потрясающе Цивилизация Деградирует Ой Но с другой стороны Когда ты вот говоришь Что Когда ты что-то отрицаешь Когда ты что-то критикуешь Когда ты говоришь людям Нельзя просто так сказать людям Не делай чего-то Им всегда нужно Показать альтернативу Если Им не заниматься чем-то одним Чем им тогда заниматься? Ты видела там водка Воздух Как называется Да Представь А Ну да Вот это тоже Приятное и полезное Времяпрепровождение Да Показал Молодец Молодец Такой Воздуха не хватает Воздуха Вместо бил Значит так называть Итак ребята Я зашел в магазин Для того чтобы взять продуктов На последний период пищи И знаете Все по стандарту считают Что на ночь Можно кушать только творог Ну как бы да Творог на ночь Это хорошо Потому что это казиновый белок Но все-таки Это не обязательно То есть ты без проблем Можешь на ночь Там поесть тот же омлет В этом ну Не будет никакой проблемы И это не будет плохо И особенно Если Ты плохо набираешь вес То не бойся на ночь Так же кушать углеводы То есть ну как бы Понятное дело Желательно Сложное Но В моей практике Это плохо Сразу говорю Но все же я для того Чтобы как можно больше набрать Я иногда на ночь ел И простые углеводы Но это плохо Все-таки Сложное Можете без проблем добавлять Вместе с белком И вместе с трещаткой Понятное дело Но опять же Там если вы плотно кушаете И последний раз за день То есть где-то За 2-2,5 часа до сна А что плохого-то в этом будет Ну съешь ты углеводы Быстрые Ну переработаются они в энергию Тем более что ты будешь есть их За 2-2,5 часа до сна Это на самом деле Я бы не сказал Что перед сном Это просто стандартный ужин Перед сном На мой взгляд Типа за час до сна Или за полчаса Вот я иногда Могу там За 40 минут до сна Схомячить Чего-нибудь Что в этом плохого-то Ты следишь за калорийностью Своего дневного рациона За тем чтобы она была На нужном уровне Ты следишь за своей формой И что ты там И как набираешь И дальше В чем проблема-то Поесть перед сном Что в этом плохого Ну что ребята За окном уже тяно И мне осталось принять Последний прием Он у меня будет Четвертый за сегодня Всего лишь Казалось бы Но он также Достаточно калорийный Вместе с углеводами Ну вот Допустим Иногда я могу там На ночь съесть омлет И добавить еще К этому порцию гейнера Но гейнер у меня Качественный Не как многие Там с простыми углеводами А гейнер у меня Только со сложными углеводами Это считается Качественный показатель Для гейнера Если тебе кстати Нужен такой же гейнер Ты можешь заказать Его на MyProtein Еще и с офигеннейшей Скидкой По промокоду МишаTV А именно в этот день Когда вышло Именно вышло это видео Мой промокод дает Максимальную скидку Аж в 42% Практически в половину Так вот Приму сейчас Свой калорийный прием пищи Так как я эктоморфа У меня это вообще Не пойдет в жир Ну и в принципе все Потом мне останется Только лечь Спать вовремя Потому что я до сих пор В течение 7 лет Держу режим И сплю Минимум по 9 часов Потому что чем дольше спишь Тем больше будешь Тем лучше ты восстановишься Для эктоморфа Это особенно важно Потому что как я уже говорил Не поел Не набрал Не доспал Не набрал Тяжелая судьба эктоморфа В принципе на этом все Ребята Надеюсь вам было полезным Это видео Если это так То обязательно ставь комментарий И ставь лайк И спасибо Если ты досмотрел До этого места Всем пока Ну конечно же нет Конечно у эктоморфов Эктоморфов нет Такой ужасной судьбы Про которую он говорит Я надеюсь что солнце Не особо будет Мешать Смотреть на меня И если ты Будешь создавать Профицит калорий Если ты не будешь Тренироваться То ты начнешь Естественно набирать жир Так же как все Люди набирают Просто алгоритм Будет думать Что ему делать Со всей этой Поступающей к нему Энергией И начнет ее запасать Вдруг пригодится В будущем Поэтому то и важно Следить за Помимо того что ты следишь За калорийностью Чтобы набирать Для того что ты набирал Качественную массу Следить за распределением По белкам Жирам И углеводам Каким образом Может быть качественный Гейнер С медленными углеводами Мне вообще Честно говоря Непонятно Потому что Разница между Так называемыми Медленными углеводами И быстрыми Заключается в том Что Медленные Нужно расщеплять То есть Быстрые это простые углеводы Которые организм Практически сразу может Либо сразу может использовать Для пополнения запасов глюкозы Для отправки глюкозы в кровь Либо очень быстро Расщепляет И отправляет в кровь Сложные углеводы Ему нужно сначала Разбивать все эти цепочки И делать из них Простые углеводы И потом уже Но в порошковом Переработанном виде Как там в принципе Могут быть Сложные углеводы Надо этот вопрос Прогуглить Потом посмотрю Ставят ли его видео В общем Вот такой получился ролик Сегодня Еще 30 советов Практически От Майка Борейко Для эктоморфа Я думаю Эктоморфы уже просто Завалены советами Которые кстати Подходят абсолютно Любому человеку С абсолютно любым Типом телосложения Который хочет Набрать мышечную массу Поэтому Непонятно Зачем он ограничивал Так свою аудиторию Ради что Ради кликбейта По качеству этих советов Очень много Возникает спорных вопросов Да Конечно Есть те Которые однозначно Советы правильные Однозначно Советы эффективные Но есть и те Основания Для которых Отсутствуют Какие-либо И даже когда он говорит Что почитал Какие-то исследования Ссылок он на эти исследования Не привел Поэтому Подтвердить его слова Кроме Слов Поверьте мне Или по своему опыту У него это так Он не может Что также является Самым низшим уровнем Да Анекдотические доказательства Это самый низший уровень Доказательств Который только Может быть В общем и целом Мы разобрали еще одно видео Майка Борейко И если вам этот разбор Понравился Если вы хотите Чтобы подобных разборов Было больше И если вдруг вам нужен Какой-то спортивный инвентарь Для тренировок То загляните на сайт Нашего спонсора Магазин Workoutshop.ru Где вы найдете Лучшие товары Для занятий спортом Дома или на улице Все Начиная от домашних турников И заканчивая с Жилетными утяжелителями И перчатками Для защиты рук от мозолей И кстати Там же вы можете найти Вот такие классные футболки Лимитированной коллекции Сегодня Вся прибыль от продажи Которых Идет непосредственно На развитие Этого ютуб канала Заказывайте Поддерживайте нас А я буду рад Снимать для вас Новые видео С вами был Антон Канал Стритворкаут Увидимся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok